Всем здравствуйте! Ну что, продолжаем нашу работу над нашей Заряночкой замечательной. У нас даже коллектив такой есть, Зарянка детский. Песни и пряски. И сейчас мы с вами порисуем цветочки. Ну это хорошо, маленькая малышечка. Такая хорошенькая, очень. Итак, давайте сейчас сделаем окружение, веточки, цветочки, а потом уже детализируем нашу птичку. Ну вот сколько сегодня успеем, столько и сделаем. Итак, ветки. Давайте возьмем с вами умбру восьмерку. Умбру восемь. И прям полностью закрасим. Там блик сверху, да, мы видим, веточки. Мы его сделаем уже поверх. А так восьмерочкой, смотрите, но не насквозь, цветочков не надо, потому что потом закрашивать белилами те места, которые мы сделаем умбру, будут гораздо сложнее, потому что умбра достаточно теплая, то есть темная. И при смешении даже с большим количеством белил может быть грязь у нас. Поэтому давайте постараемся все-таки обойти. Обойти. А пальчики у птички можно закрасить, мы потом поверх сделаем. Не забываем о том, что веточки у нас не идеально ровные, да, где-то корявые, где-то узелок, где-то почечка. Восемь. И это придает такую натуральность нашей работе. Поэтому пусть рука дрожит, пусть там где-то покривее будет. А вот тут, смотрите, почечка, ее можно сделать. Раз. А мне будет ворой. Ну, что получится. Вот так вот, лапки закрашиваем, ничего страшного. Мы потом их сделаем. А вот тут какой узел прям такая, прям суставчик такой, около цветочков, утолщение. А до конца я вести на этот пус? Ну, с прерыванием на цветочки. Чтобы у нас грязи не было, цветочки не было. Мы стараемся их все-таки обходить. Таким вот образом. Откуда веточка эта начинается? Снизу или сверху? Кто мне скажет? Наверное, она начинается вот отсюда. Снизу. Судя по направлению почки. Почка вот так вот вверх. И, наверное, она вот отсюда. Значит, вот здесь вот потолще. Здесь потолще. И тут дальше потолще. А вот эта веточка у нас откуда? А, она идет за, вот за этими цветочками. Вот отсюда, из этого узла. Или вообще не из этой веточки. Она идет там дальше. Ну, и их хорошо. Да, она откуда-то из-за дуны. Да, да, да. Откуда-то? Вон там, на заднем плане, какая-то толстая ветка. Возможно, от нее она идет. Поэтому здесь ничего и не видно будет за цветочками, да? А вот здесь тоже, пока у нас убрана кисточки, мы работаем восьмерочкой. И тоже такая веточка. Стараемся листики обойти. Я так листики нарисовала, что их нет здесь. Вообще, у яблони ветки, вот эти, они очень углобатые. Поэтому делаем их. У меня прям насквозь. Ну ладно. Как и нарисовала, так и сделаю. И вот тут... Сделай свою ошибку. Сделай свою ошибку. А, не надо повторить. Тут вообще-то листочек закрывает один, а я его пониже нарисовала. Поэтому у меня получилась веточка такая незакрытая. Ну, можно будет еще один листочек нарисовать. Или не рисовать. Пусть она такая будет. Возможно, придется в каких-то местах нам фон оплотнять. Но это мы уже посмотрим, когда сделаем детализацию. Ты знаешь, а вот она в таком ракурсе. Действительно, хвостик у нее очень маленький. Я даже сделала больше, чем на самом деле. Узловатые прям такие, как вот бывают, такие вот узловатые руки у людей. Вот я помню, у меня у дедушек были такие прям пальцы. Узловатые. Он просто у меня долго, где-то трех лет, прохожусь. Себор лезвик, который такой может собрать в таком возрасте своих, конечно же. Ну что, а теперь сделаем листочки и цветочки второго плана. То есть, смотрите, они не так сильно в резкости, как цветы на переднем плане. То есть, у нас не будет такой прописки подробной. Скорее, у нас будет такое более разнотое изображение. Это очень важно, чтобы показать вот эту глубину плановости. Если мы этого не сделаем, то у нас все будет как обои, все на переднем плане. А чтобы именно получилась глубина, во-первых, мы и вот эти вот места, скорее всего, будем уплотнять, утемнять. И сделаем вот такие размытые цветочки. Вот здесь над птичкой, вот с этой стороны. Вот тут какие-то еще немножко. Вот здесь видно таких вот, они вдалеке. Второй план. Не совсем дальний. Совсем дальний, вот он, совсем размытый. А это второй план. Итак, белилами запасаемся. Сейчас мы будем мешать очень красивую краску. А вы знаете, что в некоторых акварельных наборах, да и во всех, продаются белилы. Для чего они продаются? Не для того, чтобы делать блики. Блики акварелисты делают гуашевыми белилами. А для того, чтобы именно получать вот эти нежные цветовые оттенки. То есть с карминовой, с белилами. Белилы, как правило, в акварели не титановые, а цинковые. Цинковые, они менее укрывистые, более прозрачные. Они служат для того, чтобы создавать вот эти пастельные нежные цвета в акварели. Ну, мы сейчас это сделаем при помощи белил, такие, какие у нас есть. Гуашевые титановые. Но вообще, имейте в виду, если вот понравятся вот такие, знаете, есть в масляных красках линейка такая неаполитанские. Вот они как раз такие пастельные, очень красивые цвета. И чтобы получать вот такие оттенки, кто любит, может прям купить отдельно акварель, вот в такой же пюветочке белила. Это для создания таких пастельных оттенков. Итак, берем карминовую шестерочку. И белила. И получается прям нежный-нежный. Кого нет белил, можете взять у меня вот белильца. Можно, можно, но у меня белила вот максимально возможная платье из существующих. Лучше, конечно, мастер-класс, да. У меня вообще лучше даже не гамма. Ну, ничего, ничего тоже. Так, карминовая шесть и белила. И посмотрите, какой нежный, розовый. У нас получается прям как крем на пироженом. Прям красота. А на каком бережном будем? Я бы не хочу, не разбираться. Не разбираться. Не, не. Изюль же. Вообще надо же. Пироженок не разбираться. Зачем не разбираться? Здесь надо не разбираться. Нет, конечно. Так, и вот этот вот красивый цветочек, но без такой конкретной детализации делаем мазками. Вот, видите. А вот другие белила бы дали бы сразу у меня такую хорошую укрывистость, непрозрачность. Хотя это титановое белило, по идее, не должны быть прозрачными, поэтому еще раз прокрываю. Чем хороши вот такие нормальные белила, тем, что не надо проводить несколько раз по одному и тому же месту и ждать, пока просохнет первый слой. Они сразу укрывают достаточно плотно поверхность, поэтому мы стараемся использовать. А тут мы еще раз будем накладывать белила, когда эти красоты сохнут. Так, давайте я вам когда крупненько покажу, как мы рисуем этот цветочек. Вот этот цветок, он в ракурсе, он такой интересный у нас. Вот так вот. Давайте я возьму карминового побольше, но это не значит, что на работе мы такой же сильно возьмем. Возьмем это, чтобы видно было. Это вот этот вот, дальнего плана. Вот такие полукруглые движения. Раз. Чуть. Я рисую утрированно ярко, а на нашей работе у нас должно быть понижнее. И вот тут нижние листики, очень интересно, они в таком ракурсе, как бы листочек, вот так, на зрителя. Такое образует. Вот так вот. И еще между листиками раскрывшегося цветка яблони, вот такие треугольнички. Это расстояние между листочками, там, где они присоединяются, небольшие такие, мы видим, дырочки. То есть лепестки неплотно прилегают друг к другу, и это тоже надо иметь в виду, потому что это признак цветка яблони. А груш как цветет? Почитаешь? Да, очень похоже, да. У меня груш как цветет, и что-то не плодит. Так, тычиночки сейчас сделаем, давайте, а потом вот эти как раз треугольнички, тычинки, они делаются беливыми, а на конце коричневые с желтенькими белильцами, прям вот так вот. Они даже могут быть не очень заметны, но ничего, за счет того, что на концах будет такая метелочка, будет заметна и не на таком розовом. Так, вот тут, конечно, закрашиваем не так аккуратненько. Я уж так быстро закрасила, но тут таких штрихов, конечно, быть не должно. Лучше, если вы тонируете весь листик, чтобы штрих шел вдоль листа. Так, и что тут, берем край тычиночек, то есть вот именно сами вот эти тычинки берем сиену, семерочку. Она даст такой светлый и в то же время, скажем, с коричневатым оттенком, желтенький. Прям вот так. Сиена, да, прям поверх тычиночек. Да, семерка. А прямо на самых-самых кончиках берем... Не забываем, что это цветок второго плана. Здесь не делаем никаких подробностей, детализаций, четких контуров. А самый верх тычиночек, это у нас лимонная с белилами. Вот таким вот образом. И вот тут треугольнички такие небольшие, просто зеленым, между листочками. Сами тычиночки белилами, а кончики их сиены и падме лимонной с белилами с самую верхушечку. Сейчас я свое сделаю. Раз, два. А там внутри битника есть, да? Силь не прописан. Да, это как раз расстояние между листиками. Почему? Не особо мы выписываем цветочки дальнего плана. Сиена, 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 а поверх кадмий лимонный. Вы знаете, даже может быть и без белил, чисто кадмий лимонный, поверх. И не особо. Вот такой прописки для цветка дальнего плана вполне достаточно. А где же тогда у нас сиена? То есть сиена только на верхней точечке? Да, ладно. Тут немножечко. Раз, раз. Вполне достаточно. А, кстати, вот неплохий белил в том плане, что они дают такую фактурку еще. Объемный такой мазочек. Вот и все. Не надо сильно выписывать, иначе он у нас полезет на передний плат. А он на дальнем плане у нас, на втором плане. А тут у меня еще белилю надо поработать, потому что он уже розовый получился. Чуть-чуть можно, но мы будем уплотнять. Ой, а вы знаете, так цветут красиво яблони некоторые. Вот есть такая яблони, хотела у себя даже на участок посадить. Она декоратия называется Ницветского, если вы... У нее бордовый лист ярко, вот именно вот такие вот цветки и совершенно бордовые маленькие яблочки, но они такие невкусные, конечно. Накира около этого, вот это цветок, да? Ну, может быть, но они как-то... Нет, не китают. Нет, не совсем, Накира другая, а у нее бордовый лист еще. А у этой зеленой, ну а цветы вот такие же, вот вообще оторваться невозможно. Да, 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 это я знаю, очень красиво, как сакура. Я обращала на это яблони внимания. Красиво. То есть, надо побольше? Да, да, не сомневайтесь. Так, что еще? Видите, немножко потерялся. Не надо сильно его прорабатывать. Мы что сделаем, чтобы он у нас нашелся? Мы поработаем с окружением. Берем зеленый, 21 и 20 салфеточку вытирать, вон, на батарее возьми тряпку, вон, серую. Можешь отодрать от нее? Нарко не, там и байлижек. Это хорошо впитывает, кс. 21 и 23. И делаем окружение в виде таких условных, условных листочков. 21 и 23. Вот тут переходик можно такой сделать, просто размытый, без детализации, потому что это у нас дальний план. Вот можно пройтись рядом вот такими затирочками. 21 и 23. И сразу, видите, он у нас вылез, вылез наш цветочек. Вот там, на дальнем плане, тоже розовое пятно, но это оно у нас осталось, когда мы фон делали, ну и оставим его таким, какой он есть. Какое оно есть, это пятно. Вот, и получился у нас прекрасный цветок второго плана, не делаем резких контуров. Рука в зале. Да. А скажите, пожалуйста, птичку каким цветом рисовали? Это тициановая, рыженькая. 14. Так, все, пока оставим вот этот цветочек и сделаем мазками вот эту вот шапочку из цветов над головкой нашей птички. Тут мы уже даже не будем стремиться сделать какую-то форму близкую к цветку, а просто у нас будут мазки розовые и белые чередоваться. Просто раз, несколько розовых мазочков вот таким образом. Прямо рядышком с птичкой. Несколько розовых мазочков. И между ними мазочки посветлее, да, белила. Розовые, белые, просто мазки, просто мазки. И вы знаете, вот тут так-то прерывается странно, да, поэтому я немножко и под веточкой тоже, чтобы так было более логично. И вот тут вот можно мазочек, да, вот тут вот какой-то. Розовые, белые, просто мазки. Так, можно даже сказать, хаотично, без какой-либо системы. Система. Так, теперь, значит, просто мазочки. А вот розовые, белые, просто мазочки. И, да, видите, белила просаживаются. И где-то, где у нас совсем они растаяли. Ну, у кого хорошие белила, титановые, вот эти мастер-классы, у тех вот такой прозрачность не будет, конечно, будет поплотнее. Поэтому там, возможно, достаточно один раз мазнуть. Здесь сейчас подсохнет немножко, и я еще раз проложу кое-где белилами. А сейчас немножко сделаю тычинок той же сиеной. И вы знаете, даже не буду кармелимонной вводить туда. Просто сиен тоже условно, в любом месте. Раз. Ну, где-то наверху. Вот так, таким образом. Сиена? Сиена, да. Ну, дичиночки, папа, там, вдалеке. Сейчас у меня просохла немножко краска. Первый слой, и я накладываю второй слой белил. Не всем это надо. Сиена это какая-то. Семерочка. Семерочка. Между кадмием в желтом среднем и охране. Очень хороший цвет. Люблю очень сиену. Имейте ее в своих палитрах. И вообще, вот сложные цвета. Может быть, не все, но некоторые стоит иметь. Такие, как птициарная, сиена. Что у нас еще есть? Непростых. Эти. Кинокридоны. Тиолетовые розовые. А я уже говорила, что очень хороший. И светостойкость у него хорошая. Хинокридон фиолетовый. Хинокридон розовый. Вместо хиновинового? Почему? Ну, кино. Нет, хин. Хина. Есть какое-то горькое вещество. Хина. Хина называется только Думиан. Хининг от Мадырии. Сейчас уже не вступилась. Как раз посушили вам. Буршняка. Пакет цветовый. Верховый синий. Это сиена была сомбурой. Ну, я теперь быстро выделю. Смотри, что ты отвлекаешься? Давай сейчас цветочки сделаем, а потом... Сноровым полетим. Вот я, наверное, хочу обучить. Так. Как спрашиваю. Мне нравится. Нет, но я тоже сейчас не наделаю. Прошите. Давайте тоже выделим. Вот этот наш букетик путем уплотнения фона. Берем также зеленый. 21. И кобальт синий. 23. И кобальт синий 23. И прям смело по контуру. Пусть выделяется. 21 и 23 смело по контуру. Ну, вот смотрите. У нас есть какой-то фон. И лучше вот эту вот пятнистость не терять. То есть не красить забор. Очень важно иметь вот эту вот живописность. Поэтому где-то там может быть розовое. Я опять же беру с палитры. Здесь вот этот вот фон. Вот видите, он тоже должен быть тающий. Такой вот на заднем плане, как не в фокусе. То есть не покрашенный одним цветом. А именно такой вот он. Один цвет перетекает в другой. Работаем в диапазоне зеленых, цвета морской волны, розовых, охристых оттенков. Вот все, что на палитре у нас, то мы с вами и используем. Вот таким образом. И здесь вот тоже. Вот смотрите. Одна красочка перетекает в другую, чтобы у нас фон был красивый. Где-то прям вот хорошенечко уплотним, а где-то у нас будет посветлее. Вот здесь вот прям я могу уплотнить. Вот именно вот эта плотность цвета. Темный тон, он придаст глубину заднему плану и, соответственно, такой объем в работе. Так, что у нас еще есть? Изумрудка. Странно, что изумрудка. Потому что 21, не 20, а 21. Изумрудка, она очень активная, поэтому ее мы не используем здесь. Ну вот она. Да, потому что 21, а у вас намешанная... Если вы взяли 20, то и будет такой цвет слишком активный. Я еще добавляла 23, я все равно какой-то у меня получился. Так, ну что, давайте сейчас сделаем дальнего плана, вернее, второго, не совсем дальнего. Дальний план, это у нас вот здесь, второго плана цветочки. Вот здесь вот такая корона из цветочков. Ну и, пожалуй, можно будет приступать к цветам переднего плана. А где передний план? Вот. Вот. А вот то, что мы сейчас сделали, и это цветы второго плана. То же самое, мазочками. Так же, как мы делали вот эту корону над нашей птичкой. Да, да, так, тот же розовый замес карминовой с белилами. Где-то побольше карминовой, где-то побольше белил. Шестерочка. Шестерочка. Так же мазочки у нас идут в произвольном порядке. Где-то побелее, где-то порозовее. Где-то, да, вот она даже побольше. Какой-то порозовее, где-то побелее. Ну вот у нас уже начинает появляться. В произвольном порядке. Сейчас чуть подсохнет, я чуть побелю, да, вот несколько мазков чистыми белилами дали прям такой хороший объем цветам. Но в то же время стараемся не усиливать детализацию. И на заднем плане мы извлекаем контрастов. Чтобы это именно ушло на дальний план изображения, то мы не делаем контрастов. То есть треских жестких краев. Сочетание таких светлое-темное, вот это вот смягчим, вот это вот место, да, потому что прям белое-черное, прям такой яркий контраст, который немножко уводит наше внимание. Чуть подсохло у меня, и я несколько мазков делаю чистыми. Вот это-то будем делать? Конечно, конечно, конечно. Где-то у нас еще раз. Тоже произвольно. И там даже в неду и тычинок не будем делать. И опять работаем над фоном. Зеленый 21, кобальт синий 23, зеленый 21, кобальт синий 23. И прям... Здесь можно краешек сделать помягче. Здесь жесткий край на фотографии, а в живописи все-таки сделаем немножко помягче. Скажите, пожалуйста, у вас отбелет только кушечка? Они ходят по заводам. Вот в звезде. Так, что? Опять же, да, вот тут мы видим пятно одного цвета. Но в живописной работе мы так не делаем. Стараемся немножко... И делаем вот такие вот пятна. Делаем пятнышки, как бы вплавляя одно пятно, другое. И опять же, 21 зеленый и 23 кобальт синий тоже меняем пропорции. В каком-то пятне больше зелени, в каком-то пятне больше кобальта синего. Тоже получается очень живописно. Такое лоскутное одеяльце делаем, зашиваем. Где-то использую просто охру чистой, трешечкой. Где-то охру мешаю с 23 кобальт синий. Получается такая у нас живописная среда фоновая. Края стараемся смягчить у этих пятен, чтобы не было контрастов больших. Повторюсь, на дальнем плане контрастов мы избегаем во всем. Что бы мы ни писали. Натюрморт, пейзаж. Помним, дальний план у нас менее контрастный, более размытый. И когда мы летом будем писать пейзажики, даже если мы все вдаль видим четко, все равно на своей работе задний план, дальний план мы обязательно размываем. Чтобы получилось такое ощущение глубины пейзажа. Это важно. Вот это прям вот. Надо уяснить себе четко, что дальний план мы делаем менее контрастный. И по цветам. Естественно, мы открытые цвета, яркие, на дальнем плане не используем. Даже если они там есть. Рисуем пейзаж, а вдали там храм красный такой. И мы его видим красным. Вот что сделаешь? Значит, смягчаем красный цвет. Вместо красного берем, например, охра красная или английская красная. То есть немножечко нивелируем эту яркость на дальнем плане. Всегда. А если я рисую именно на пюльце? Ну, подойди к ней и нарисуй на переднем плане. Пусть будет такого цвета. Какое и есть на самом деле. Она в пейзаже и так будет смотреться ярко-красная. Интересно. Мы птичку, она церковь. А мы думали Пикасу. И тут какие-то вот пятна уже ближе к зрителю. Такой более нежный цвет. Я беру охру желтого. Три. Черчения, да. Вот отдать должное в советской школе было черчение. Поэтому, ну, примерно все. Кто хуже, кто лучше. Но все советские дети умели рисовать как кто. В отличие от... Ну, сейчас рисование весьма условно в школе. Я даже не знаю, учат ли рисовать на уроке рисования. Ну, это он точно такой учитель был. А то в детском саду как учат рисовать. Прямо вот мастер-класс внучка дает. Ну, возможно. Да, детский сад, он как-то более заточен под развитие детей, чем школа, к сожалению. Я имею в виду творческое развитие, как в школе это уходит на дальний план, к сожалению. Так, ну что, давайте тогда приступим к цветам. Вот немножко вот мы решили это место. Справа от цепочки. Так, уплотнили немножечко. И переходим к цветам на переднем плане. Это можно дело даже бросить. Это мы замажем, можем замазать и дома. Вот это темное пятно сделать. А вот сейчас вот сосредоточимся вот на этих вот цветочках. Они у нас тоже непростые. Что у нас будет отличать цветы переднего плана от цветов второго плана? И это более четкий контур, да, тут мы все-таки можем немножко поразмыть. И нужно какие-то места поразмыть. И более точная форма. То есть здесь у нас уже не будет вот таких вот просто паотичных мазков. А будем делать все-таки вот листочки наши. И вот очень интересный цветок, прям вот самый, наверное, близкий к зрителю, который потерял три листика. Или сколько листочков у цветков? Пять, я считаю. Два. Значит, потерял листиков. Осталось у нас три. И они очень интересные. Они расположены вот такими как бы розеточками к зрителю. То есть вот делаем такие. Опять покажу. Круглые такие. Раз. Ушки такие. Два. И три. Все. И из одного центра. Вот даже, может быть, сначала лучше обозначим центр. И из этого центра. Раз. Два. И три. Потом мы вообще будем упрощать максимально. Вот эти расстояния обязательно выполняем между листочками. Вот они. А здесь у нас уже пойдет фунт, потому что цветок отсытает и листочки облетают. Так, давайте сделаем сиены. Тут тычинки прям на зрителя. Давайте вот здесь вот прям. И вот из этого круга мы будем рисовать прям по кругу тычинки вот эти. И где-то даже, так как это передний план, это сиены и какие-то точечки сделаем умброй. То есть потемнее внутри сиена и немножко умбры. А, восьмерка. 7-8 рядышком. Сиена 7, умбра 8. И от этой серединки у нас раз ушки. Раз. Розовенькие. Два. И вот тут листочек. Три листочка. Раз, два, три. Остальное облетело. Сейчас подсохнет и поработаю еще немножко с ними. Зелененьким. Знаете, я беру 19-21 и чуть-чуть белил для плотности. Вот здесь вот зелененьким. Вот здесь треугольнички такие. Раз. А здесь уже потемнее. 21. А лист внизу, он оттеняет как раз вот этот вот лепесточек нижний. И его прям можно сделать, чтобы его выделить поконтрастнее. Прям я беру 21 и делаю вот этот вот листик 21 чистый, который под нижним листочком. Чисто 21. Это зеленая краска. Закрашиваю. Вот тут вот немножко, чтобы еще выделился вот этот вот листочек. Тут такой розово-серый цвет. А я тут сделала зеленый. Немножко я исправлю. Таким. Сверху розовеньким. О, отлично. И с этой стороны можно. С серой такой, с розовым оттенком. Вот. Это просто этот зеленый я прокрываю бледно-розовым. Получается такой серо-зеленый. Вот, отлично. Прекрасно. Так, ну что, вот этот цветочек сделаем, да? Да. Тоже беру розовенький. Это пока сохнет, я его еще с ним еще поработаю. Тоже он у нас имеет такую форму интересную. Карминовое и белило. У меня замес закончился и снова навожу карминовое и белило. Белило и карминовое. Накончились. Шестерочка. Шестерочка. Карминовое, второе. Второе, это подмежу 6. Карминовое, 6. Нет, а после цвеи еще второе. А, второе, это белило. Просто белило. Есть белило? Так, карминовое белило и белило. Раз. Тут какой-то лепесточек мы сделаем. У меня получилось прямо. Все слилось. Но я выделю уже белилами. Все слилось. Все лепесточки. И очень интересно, вот этот верхний цветок, он как бы лепестки закручивается вокруг центра. Раз. И к свету повернутые. Ну, это я сделаю сейчас первая прописка. Вот как бы они вот так вот закручиваются как-то. Раз, раз, раз. Так, уроду не это. Хорошо. Так. И пока у меня просыхают листики, сделаю между ними заливку более темненькую. Зеленый и кобальт-синий. 21-23. Опять же, вот здесь вот. Там, правда, тычинки, листочки, лепесточки. Но это мы сделаем потом. Так, там тычинки. А тут вот интересные вылезают прям тычинки. Но они видны именно за счет контраста вот этого. Поэтому давайте вот здесь сделаем прям потемнее. Без страха. Немножко у меня... Так, вот этот вот лепесток у нас прям раз вылезает вот сюда. Если немножко сместилось там, вот вы видите, что на фотографии немножко... Вообще не переживайте. Пусть у каждого будет индивидуальная работа. Да, своя. Сейчас размер мне все. Ну, мы не архитектуру делаем. Цветочек, которые будут уже крупные рисовать, потому что... Немножко сиеной прохожусь вот здесь вот. Там тоже какие-то вот просто пятнышки. Сиеной. Подсыхает немножечко у меня. И я сейчас буду беливыми делать вот эти вот цветочки. Так. Раз. 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 Опа. Хорошо. Прямо отлично. По кромке. И тут выделяем по кромке мистик. По кромочке. А тут прям светло-светло. Белые. Белые мазки такие. Вот тут можно делать контраст. за счет того, что это у нас передний план. Единственное, вот эту кромку... А, кстати, здесь можно и оставить его жестко. А серый это что? Серый где? Ну, сейчас вы дополняете. Серый. Это чисто белило. Сами лепесток вверх. Вот это? Да. Ну, это чисто белило, а кажется серым из-за того, что просвечивает первая прописка. Что там кроме белил? Белило и шестерка. Шесть и белило. Лептальминовая. Да. А почему серый? Потому что просвечивает задний... Задний... Зеленый? Зеленый? Да. Зеленый просвечивает через вот этот замес. И где-то мы смотрим, где-то смягчаем. Вот этот вот лепесточек прям вот. Кромка листа. Раз. Раз. А где-то внутри наоборот утемняем. Где у нас... Берем розовую. Вот там вот внутри. В тени. Я беру розовую и зеленую. 21. И розовый замес. Чуть-чуть мы утемняем. А вот тут вообще все белое. Опа. Какая прям у нас живопись должна быть. И что еще? Сиена 7 делает очинки. Сиена 7 делает очинки. Вот здесь вот прям... Давайте даже усилим немножко сиену. Усилим немножко умбры. Тон сделан потемнее. Сиена с умброй. Вот здесь тоже. Так это и есть живопись. Нет. Возня. 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 А это не важно. Состояние здесь. Здоровый приходится делать. Возня. Делаю. Получается. Это. Возня. восьмерочкой и каких-то вот искорки света лимонная с белилами совсем грустные тычинки лимонная с белилами вот какие-то раз свет упал ничего не пропал все отлично выяснил один этот лепесток сейчас я учусь при уберу таких птичек заряночка там на мальчевых нет в африке зиму не правда большая толстая конечно отъелась немножечко оттеняем вот еще листочки оттеняем вот очень живописно получается давайте вот вот этот фрагмент сделаем тоже берем зеленые 21 кобальт синий 23 и мазочками вот этот край перемежаем с охрой желтый 3 делаем разнообразнее я даже вот тут немножко умбра сирена любые цвета потемнее темнее берем чтобы закрыть дальний план хорошо мне я прямо на него смотрю мне очень нравится и поэтому я намешаю 19 и 1 и белила и сделаю вот этот листочек такой который внизу вот это сделаем сделаем 19 и 1 белила и давайте туда добавим по 1 2 19 кстати сейчас наборах зелень майская продается я даже хотела заказать его для всех но нет несколько пишите письма я написал и у нас разве нет нет у нас желто-зеленая беру 1912 и белила вот она майская прямо на 1912 и белила и вот тут прям тут кромочку можно тоже выделить и такой освещенный солнцем получается листочек единственное что вот тут он как-то вывернуть что вот здесь вот наверху тоже видно 1912 и белила а там второй листок за ним и те же самые 1912 и белила и немного и немножко доход и немножко 21 добавляем и чтобы этот листочек прям заиграл засветился делаем темный фон я беру 23 и 21 и даже 23 немножко побольше чтобы был такой голубой оттенок хороший там еще кромочка такая светленькая над мы сделаем фон делаем тоже розовые пятна ой очень розовый я исправляюсь исправляюсь карминовая белила и немножко туда добавляем зеленочки светлое место тут я прям кобальт синий у меня и как он хорошо тут сыграл что его даже не буду замазать все теми же цветами закрываем плотную часть фона 21 23 зеленая кобальт синий и где-то розовеньким даем такие пятна получаются у нас серо-розовая тоже очень красивые для фон сложный какой серый цвет вот уже у нас такая живописная среда получается в которой живет у нас наша заряночка и тут сделаем кромку подсохла у меня немножечко вот такая вот кромочка тут же берем зеленый вот этот майскую зелень который мы получили путем смешения цветов 1219 белила добавим просто больше белил 1219 и много делил и тут вот прямо светится такая кромка и как бы жилки такие тоже просвечивают немножечко немножечко 1219 и белила будет ну и тут можно кромку чуть-чуть поцветить этот на кисточке остался замес ну все давайте тогда на сегодня все следующий четверг мы с вами эту работку когда закончим